Молдавская община Струкураж вновь пригласила мирницев на свой национальный праздник. Картины весенних пейзажей, напитки и яства из Солнечной Республики, красочные костюмы с орнаментами. Все это создавало у гостей особое настроение, желание познать культуру братского народа. Там воды, чистая слеза, и сердце каждый раз сжимает снова-снова при слове «Милая Молдова». Когда звучат такие стихи и музыка, с ностальгией вспоминаешь те времена, когда город Кишинев был на шкале советских радиоприемников, а вся страна слушала песни Надежды Чепраги и Софии Ротару. Молдавская община небольшая, но в ней тоже немало талантливых людей. Женщины великолепно поют, занимаются прикладным творчеством. Вот и главный символ праздника – красно-белые бутоньерки сделали своими руками. Это наш общий праздник, чисто молдавский. Мы должны собираться, и мы хотим собираться в этот день и праздновать. Это очень хороший праздник, который объединяет всех нас. Говорят, легенде о противостоянии зимы и весны не одна тысяча лет, причем существует несколько трактовок истории. В одном сказании смелый юноша вступается за весну, когда та противостоит зиме, а в другом – красавица весна – ранит руки отерновник, защищая от холода подснежник. Во всех легендах капли крови падают на снег, символизируя переход от белоснежной зимы к жаркому солнцу. Мерцы Шор – это предвестник весны. Мы уже знаем об этом. И вот сегодня такое яркое солнце слепит глаза, наверное, потому что к нам на Миргинскую, Якутскую землю пришел еще и в молдавский праздник Мерцы Шор. Для молдаван, живущих в Мирном, это и день воспоминаний о родине. Ведь многих судьба забросила на север еще в молодости. Иван Тианов и Яков Кефа – ветераны, посвятившие жизнь становлению алмаздобывающей промышленности. Александр Тодоров – руководитель спорткомплекса имени 60-летия Победы. Приехал в Якутию в далеком 77-м. А Валентина Сырбу – счастливая мама четверых сыновей, активистка молдавской общины. Благодаря этим людям и состоялась праздничная встреча. КСК поддержала, Управление культуры поддержала, ну и наши земляки, конечно, которые старались, все готовили для наших. Где еще, кроме как на Мерсешоре, увидишь такой темпераментный молдавский танец? Его подарили гостям хореографы ансамбля «Дивертисмент» – Александр Лаптев и Анна Александрова. Выступили на празднике и вокальные ансамбли Дворца культуры. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Еще не раз его обещают исполнить на Северной земле.